Здравствуйте! К нам обращается Оксана Геннадьевна Мушкатерова. Оксана Геннадьевна пишет. Уважаемый Сергей Дмитриевич, прошу вас рассчитать мой соляр. Время рождения вы ректифицировали как 15 часов 39 минут и 38 секунд место рождения город Фрунзе, столица Киргызстана. А проживаю я, пишет Оксана Геннадьевна, в Калужской области, в городе Масальске. Хочу стать самодостаточной и купить свой дом. Управитель 4-го в 7-м у вас приобретение недвижимости идет с помощью партнеров. С октября 2012 года нахожусь в деструктивных отношениях, в гражданском браке, но он не разведен. Оксана Геннадьевна, вы знаете, оно и к лучшему. Конечно, то, что отношения деструктивные, это очень тяжело. Особенно, что у вас на асценденте по ректификации звезда Вега, когда человек себя лучше чувствует в одиночестве. А также Солнце в соединении с Плутоном, Марсом. Он дикий тиран, ваш гражданский муж. Но при всем при этом, с учетом нисходящего узла в 7-м доме, то, что вы сосуществуете в формате гражданского брака, и он не разведен, как ни странно, для вас лучше. А вот если бы он развелся, к примеру, и вы бы официально зарегистрировали ваш брак, то тогда на вашу голову пали бы намного больше несчастья. Поэтому то, как сложилось, поверьте, так лучше. Ну, а что до тиранического характера, то, как говорится, тут ничего не изменишь. Занимаюсь интернет-торговлей, ИП зарегистрировано на брата, нормально ли это, ну и мое предназначение в жизни. Ну, предназначение в жизни вы реализуете максимально, это раскрытие вашей личности. ИП на брата не вызывает ни малейших, как бы с нашей стороны, нареканий. Там Хирона и Ирида в третьем доме, и Венера бежит впереди солнца. Все с этой точки зрения в порядке. Ну, и вот про брак это тоже мы, в общем, затронули карму. То есть, ваше сожительство не мешает реализации вашей кармической задачи. Итак, пробуем для Оксаны Геннадьевны, по ее просьбе, составить ближайший соляр на Калугу. Но терминалит линия 6-12, поэтому сразу Калугу мы убираем. Пробуем Москву. Соляр на Москву дает другую картину, но опасную. С Марсом прямо на Асценденте. И хотя стрессовость соляра не превышена, но я бы все-таки не рисковал. И попробую Санкт-Петербург. В соляре на Санкт-Петербург не происходит то, чего бы я хотел. Попробую соляр на Калининград. Не хватило одного градуса. Ай-ай-ай-ай. Могу попробовать на... Вряд ли что-то даст, но вдруг. Светлогорск. Это... Ну, нет, конечно. Жемчужина. Ну, это я уже, знаете, от отчаяния делаю эти попытки, но понимаю, что вряд ли. Нет, смотрите, не вряд ли, не вряд ли мне удалось найти для вас очень хороший соляр. При котором Асцендент является все-таки в пятом доме. Марс ушел из 12-го. Это очень важно. Хорошее солнышко. Успехи в торговле. Все прямо идеально. И год будет необычным, потому что... Стоп, что это? Так, стоп. Все, что творится с компьютером, это просто неописуемое что-то происходит. Просто что-то неописуемое. Нет. Нет, извините, но не то. Просто какая-то у нас катавасия сейчас творится с соляром. Просто катавасия. Так. Заново. Москва. Москва. Скорее всего, Москву буду утверждать. Еще раз проверю Калугу на всякий случай. Потому что это должно быть близко. Так, соляр на Калугу. Ну вот уже сейчас никаких сбоев нет. Просто это почему-то небо пыталось скрыть от нас информацию. Но, Оксана Геннадьевна, я вас поздравляю. У вас на Калугу, как вы и хотели. Прекрасный соляр с хорошей торговлей, партнерскими отношениями. Все прекрасно. И по поводу года. Год ожидается стрессовый. Четыре планеты в соляре ретроградны. Но, если встретить день рождения ближайший в Калуге, то все будет в порядке. Итак, Калуга. Запишите, пожалуйста, параметры вашего соляра. Он включается 20 сентября, в пятницу. Это ночной соляр. Но ночевать вы должны в Калуге, а не в Масальске. Он около трех часов ночи включается 20 сентября. То есть проснуться 20 вы должны в Калуге. И тогда будет все хорошо. Кстати, а если нам, допустим, ну это вы написали Калугу, а вот, к примеру, вы не поедете в Калугу, а останетесь просто у себя дома в Масальске, тоже хорошо. То есть, собственно, как бы Калуга или Масальск равнозначные соляры. Партнеры вас будут в течение следующего астрологического года выручать. Об этом говорят директные лунные узлы. Поэтому поздравляю вас. Вы можете просто у себя дома. И 20 вы проснетесь с уже включившимся соляром. Ну и я думаю, что теперь переоценка отношений в вашей семье очень придаст вам сил и терпения. К нам обращается Светлана по поводу сына Артура. Приветствую вас, уважаемая Светлана. Итак, давайте посмотрим, какие у вас вопросы. Светлана пишет. Здравствуйте, Сергей Дмитриевич. Мой сын Артур родился 25 апреля 1992 года, 14-31-45, Москва. Имя Артур. Просьба построить соляр. В прогрессиях у него будет разворот Сатурна. Начнутся трудные годы. Помогите, пожалуйста. Как убрать негатив? Артур переехал в прошлом году с супругой в квартиру в Бескудниково. Это Козерог. Для него, соответственно, пятый сектор. Там Уран и Нептун. Ну, еще и Северный Узел. Детей нет. Есть две собаки. Квартиру я приобрела по ипотеке. Раньше они жили с бабушкой и жены. Были проблемы. Хотел даже развестись. Сейчас вроде отношения нормализовались. Это все прекрасно. Только вы как бы обязательно в деликатной форме, Светлана, дайте Артуру понять, что все же собаки и бабушки, и все это хорошо. Но приближается кармический возраст. Формально до него осталось четыре с половиной года, а может быть и меньше. А дети, а тут Уран стоит. А Луна в Водолее. А Венера в Овне. А Юпитер в Деве. И ему уже за тридцать. Я боюсь, что вот это вот все, что я вижу. И жена, возможно, не очень здорова в этом смысле. Хотя я не сторонник подобных вмешательств. Но мне кажется, учитывая Северный Узел и Бескутникова, в этой ситуации я бы даже, может быть, пошел на ЭКО. Ну, потому что чувствую, само оно как-то вряд ли произойдет. По целому ряду причин. Ну, теперь давайте рассмотрим Соляр Артура. И я надеюсь, что Соляр как-то вселит в нас уверенность. Ну, разумеется, не вселит, потому что Асцендент попал в 12-й. В 8-м доме адское скопление планет. 5 планет. Луна. 5, включая Луну. Узел. Страсть Господня. Просто. Сразу едем в Петербург, но уверен, что этого будет недостаточно. Хотя. Не, нет, конечно, недостаточно. Это я понимал. Дальше пытаемся Калининград. Асцендент попал в 12-й. Срочно едем в Казань. Казань. Так, Казань. На Казань надо еще правее брать Казани. Так. А еще правее Казани мы можем брать с вами Самару или Тольятти или Ижевск. Давайте попробуем Самару. Нет. Тогда я пробую Ижевск. Ижевск это хороший для соляра город. Это сильный город. Столица республики Удмуртия. Асцендент в первом, но терминале 3-9. Слушайте, едва-едва вот я все разгреб, так все равно у меня проблемы. Тогда берем Уфу, столицу Башкортостана. Вот, пожалуй, Уфа – это ближайший город, где соляр Артура приобретает безупречные черты. Луна в седьмом с этим скоплением планет, солнышко в девятом, асцендент в первом. С таким соляром горы можно свернуть. Но единственное условие – это то, что необходимо поехать на следующий день рождения в Уфу. Но Уфа – это республиканский центр, и это такое место, где всем бывает интересно. То есть не край географии, а наоборот город со многими достопримечательностями. Запишите, пожалуйста, параметры соляра Артура. 25 апреля 2025 года. 15 часов 25 минут. Время там на 2 часа опережает Московская. То есть полчетвертого дня. Ему нужно находиться в момент включения соляра на экскурсии или в музее. В городе Уфа 25 апреля. Вторая половина дня. 15-25 Уфа. Экскурсия или музей. Ну и, конечно, давайте не забудем, что такой особый солнечный день рождения, который предстоит Артуру, необходимо, чтобы 25 апреля он имел при себе или хотя бы на себе обручальное кольцо, ну а при себе что-то из золота. Дайте Артуру с собой, ну в кармане будет хранить, как счастливый талисман, ваше обручальное кольцо. И тогда поездка в Уфу станет для Артура таким временем реально перехода на новый позитивный уровень жизни. Ну а также обсудите с Артуром историю, касающуюся вот моего предложения насчет ЭКО. Поскольку ждать у моря погоды, боюсь, может оказаться бесперспективным. Ну а узлы, конечно, будут наказывать. В 37 лет. К нам обращается Марина. Марина родилась 24 июля 1986 года в 23.45 как раз в городе Самаре, где мы только что пытались предыдущему гостю найти соляр. Было два брака. Первый брак в 2005 году. То есть получается, что вам было тогда 19 лет, когда вы вышли замуж впервые. Так, пока ищу это. А второй брак в 2017 году. То есть вам был на тот момент 31 год, когда вы второй раз вышли замуж. 31 год. Так, время рождения 23.45. Да, и родила ребенка в 2005 году. Тоже в, соответственно, в 19 лет. Так, ну что, что мы можем здесь предпринять? Ну, можем, конечно, Юпитер к асценденту попробовать. Ну, тут может уйти. А можем Сатурн МС сделать как второй брак. Да, тем более, что вам было 30 лет. Да, это вот похоже на правду. Сатурн – соуправитель Зенита. Давайте попробуем. Все-таки по второму браку это сделать. Итак, второй раз Марина вышла замуж, когда на тот момент ей было 30 лет, 10 месяцев и 7 дней. 30, 51, 10. Такая дирекционная дуга. И тогда, если моя гипотеза верна, то точное время вашего рождения, уважаемая Марина, составляет 23 часа 48 минут 19 секунд. Самое интересное, что Юпитер асцендент, первый брак, тоже стал близехонько к этому. То есть, та гипотеза, она тоже была верна. Первый брак произошел в 19 лет и 6 дней. Но это привело бы к еще большему удалению. Поэтому все правильно мы сделали. Итак, запишите, пожалуйста, точное время вашего рождения. 23 часа 48 минут 19 секунд. Это важно записать, поскольку я не сохраняю натальные карты наших гостей в целях конфиденциальности. И потом уже время рождения восстановить, взять неоткуда. Сатурн пришел к Зениту, и это был второй брак. Марина спрашивает, хотелось бы избавиться от депрессии, грусти, печали. Вообще, немножко странно, откуда депрессия, грусть, печаль. Конечно, на Сатурне звезда Акраб. И Сатурн Литроградин, это я понимаю. Но у вас психоматрица недепрессивная, у вас психоматрица идиллическая 22, а здесь, соответственно, потом анархическая, потом маниакальная, потом депрессивная. Нет, нет. То, что вы называете депрессией, это совсем другое. Это как раз Венера в Деве, которая мучает любую женщину. Мучает, когда женщина с мужчиной подталкивает ее расстаться. И мучает, когда женщина одинока подталкивает ее соединиться. Поэтому нет никакой тоски. Это вот вам просто не очень повезло родиться с наихудшим вариантом. Она же еще и, видите, оказалась в заперти, во включенном знаке. И вот это чувство, что жизнь проходит мимо, оно периодически вас накрывает. Потому что по показателю реализованность, нереализованность у вас один против четырех. Одна реализация на четыре нереализации. В этом все дело. Марина рассказывает, что ее бизнес связан с продажей товаров на маркетплейсах. Хотелось бы развивать оба направления, закупки в Китае. Но пока мне не удается сделать так, чтобы подписывались и смотрели мои каналы. Но непростой путь, потому что маркетплейсы – это одиннадцатый дом. А у вас, во-первых, тут нет планет. Во-вторых, ретрограден уран. Да, уран в девятом. История продавать, купленная в Китае, ну или в любой другой стране, правильная и хорошая. Но в целом, Марина, у вас так называемый олдскульный гороскоп. И вы были бы очень удивлены, если бы услышали вашу идеальную профессию, которая есть у вас в натальной карте. Это или спортивный тренер, или учитель физкультуры в средней общеобразовательной школе. Вот ваш гороскоп – это тренерский, учительский. Все остальное – это вы как бы из себя максимально выкручиваете. Все вот это вот трудное. Так что вам стоит, конечно, ну я не предлагаю вам бросить интернет-торговлю и заниматься исключительно тренерством. Может быть, это и не ваша профессия. Но вот смотрите, 29 октября завершится обманный период жизни. Кстати, в это время, сентябрь-октябрь, по продажам у вас будут очень хорошие у вас подъемы в продажах в сентябре-октябре. А 29 октября кончится обманный период жизни. И, уважаемая Марина, вам надо будет, ну вы поймете, как вам дальше строить ваши отношения. Максимально желаю вам удачи. К нам обращается Анастасия, так, большое-большое письмо, Анастасия Аполлонова. Здравствуйте, уважаемый Сергей Дмитриевич, меня зовут Анастасия, очень рада к вам обратиться. Ну, я не буду никого называть, конечно, ни в коем случае. Так, вопрос о неком мужчине, который узнал в чернолунном возрасте, 45 лет, что его перепутали в роддоме, проведен тест ДНК. Ой-ой-ой, родители не знают. Интересно, а как он узнал, если ему уже столько лет, то это что, кто ему, это как в известной сказке, где продал лжок. Детей нарочно перепутали, чтобы чудо-юди заморскому отдать, не царского сына, а рыбацкого. Но, чтобы это узнать, это участники этих событий должны были рассказать. А вообще, учитывая сам возраст новорожденных нынешний, которым скоро 50, какие участники тех событий могли что-либо... Ну, в общем, ладно, не будем в это вдаваться. Это, я так понимаю, просьба о ректификации. Вы попросили не озвучивать вслух пароли явки. История реально немножко детективная. А самое главное, как он мог провести тест с собой и с тем, с кем его перепутали. Но тоже все это очень как бы сильно вызывает сомнение, потому что найти людей, с которыми мы когда-то рождались в общем родзале, теоретически можно, но практически очень маловероятно. Потому что архивы, это если только две семьи, которые дружат, и, допустим, женщины одновременно в один день и час рожали, ну вот если такую гипотезу допустить, еще как-то можно. Но архивы же уничтожаются, и спустя столько лет уже архив точно не сохранился. В общем, не мое это дело. Меня Анастасия попросила рассказать о мужчине, я это и делаю. Просто я как-то сильно вот усомнился в правдивости всей вот этой вот детективной истории из роддома. Так. Ну я понимаю, да, что если родители, они так получаются уже паспортные, но в астрологии, как только, например, произошло усыновление, то все тоже уже, вся информация идет о законных, так сказать, родителях. Так, брак тут есть, двое детей у него, причем двойня, ага. А нет, дочка есть, сын и еще двойня, то есть у него получается, о какой он, ну да, Плутон в пятом доме, какой он у нас отец молодец. Кстати, время не так точно известно, но вот уже хороший факт, что он такой многоплодный отец. Стоп, стоп. Я же вроде сделал, да. А, понятно, все правильно. Многоплодный отец, он, смотрите, если я поведу время вперед, то будет уже неправильно. Плутон не должен покинуть пределы пятого дома. Вот видите, я пытался... А, ну да, у меня тут не получится, чтобы пятый дом был в весах. А первая девочка, пусть, допустим, пятый дом будет в деве, но тогда сын Дент будет в Тельце, Луна, в Раке, Венера, в Козероге. Да, он у нас, конечно, очень в этом плане мощный товарищ, очень мощный. Родители живы. Дедушка умер в 2011 году, 35 лет ему было, но это здесь не отражено. Брак в 2001 год, получается, ему было 25 лет, когда он женился, в 25 лет. Ну, это Меркурий к Солнцу, скорее всего, видимо, так. Но был развод, и потом с той же женщиной снова официальный брак и снова развод. Да, Нептун в седьмом доме шалит, шалит Нептун. Так, в 2021 год решили расстаться, это в 45 лет. Вот это не эта ли женщина все это ему рассказала? В 47 у меня здесь получается, если Плутон к десценденту. Такие, да, мощные события, сотрясения. Наверное, Плутон к десценденту. Давайте попробуем на основе даты вот этого повторного, или нет, на основе развода по суду. Ему было тогда 45 лет, 3 месяца, и получается 19 дней. 45, 18, 10. Такая у нас штука. 45, 18, 10. И если моя гипотеза верна, то точное время его рождения составляет, это я вот изобразил, Плутон к десценденту по разводу. Ну и тут же вскоре произошла еще одна связь. Кстати, двойня, 2024 год, это ему было 48 лет. Так, что у меня есть? А до этого, в 2011, 35 лет. Ну это вот даты отцовства. Ну вот это вот про 35-36. Это вот Венера к МЦ. Это вот второй ребенок, который сын. Венера к МЦ. Вот. Гениально. А рождение близнецов Лунак и Ц. Да. Лунак и Ц. Да, вот оно, Близнец. Херон на Юпитиве. Да, вот оно. Соединение Херона с Юпитером Лунак и Ц. Это как раз рождение близнецов. Значит, мы все правильно сделали. Запишите, пожалуйста, точное время его рождения. 12.36.41. 36 минут 41 секунда. Звезда Альфард и Алкайд Беннет-Наш косвенно подтверждают ту историю, в которой в начале своего ответа я сомневался. Занимается предпринимательствами, спортом. Вот, это боевое искусство. Это Плутон тоже в пятом доме. Отлично. Прекрасно. Хорошие отношения. Замечательно. Мама Овен по знаку Зодиака. Ну так. Частые путешествия. Угу. Операции. Ну, Марс в первом доме, да. Угу. Да. Нет. Вот вы в конце пишите, чтобы я не выкладывал на YouTube. Я и так все скрыл. Никто ничего не поймет, кроме вас. Но не на YouTube я выкладывать не могу. Потому что, чтобы, как бы, получать какие-то индивидуальные такие ответы, ну, это не может стоить той суммы минимальной, которая всеми оплачивается. Итак, думаю, что все верно. И по совокупности всех событий я таким образом ректифицировал натальную карту этого молодого человека. Хотя, конечно, кое-что просится подумать. Во-первых, согласно этой натальной карте, у него с младшим братом, младший брат может испытывать к нему какую-то зависть. Вроде вы же впишите, этого нет. Вот. И тогда мне бы, учитывая близнецов, сделать... Сейчас я попробую еще один вариант. Потому что, честно, я же, как бы, всегда хочу добиться максимально истины. Вот. А тогда мне кажется, что немножко все-таки вправильнее сдвинуть вперед эту всю картинку. И тогда получается, ну, дедушку мы по-любому и так и так не возьмем, брак 25 лет, в 25 лет не провести. Так. И вот по детям, может быть, дочка, соответственно, 26, сын 35 лет, когда появился сын... Вот, кстати, по сыну можно. Меркурий к МЦ тогда будет. Тогда. Если вот по рождению второго ребенка, а вот в 48 лет вот эта чудо-история про мальчиков-близнецов, значит, тогда все-таки доминирует вот история... Кстати, тогда мальчики-близнецы пойдут Плутон к десценденту. Вот так. Давайте переректифицируем. Итак, его сын родился 23 декабря 2011 года. Ему было тогда 35 лет, 10 месяцев и 11 дней. 35, 56, 50. 35, 56, 50. Так, почти готово. Готово. Посмотрим. Нет. Ушел. Ушел десцендент. Нет. Нет, 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 он ушел. И тогда все-таки Плутон десцендент по вот этим его двойне. Когда появилась двойня, ему было 48 лет. Это в этом году случилось. И 22 дня. 48, 3, 40. 48, 3, 40. Так, возвращаю. И у меня тогда получается... Почти готово. Готово. Я думаю, что это финиш. О, регул появился. Но и при этом плеяды. Да. Плеяды на тему вот той истории, с которой все начиналось. Ну что? Я думаю, что, видите, я все-таки первый раз... Да, но у меня... Фантастика. У меня вот это все уехало в телец. Что же это такое? Ну я не хочу, чтобы оно там было. Нет. Еще раз буду переделывать. Ну вот видите, что происходит. Кстати, асцендент, если к луне... Так, это вот как раз тот вариант, который я делал. Меркурий к МЦ. То же самое с асцендент к луне. А если, допустим... Нет, так не получится. 52. Так. МЦ к Юпитеру. В соединении с Хероном. МЦ к Юпитеру. Ну вот так что-то еще может... Может получиться. И тогда... Как сложно... Сложно очень идет. Да. Да, вот так оно получается. Все, теперь наконец-то. Я понял, как надо правильно делать. По вот мальчикам... Значит, я сказал, что там 48. Получается... Так. 22 дня. Это, соответственно, 3.40. 48, 3.40. Так. О, почти готово. Готово. 27 плюс 9, 36. Ну, я думаю, да. Да, и вот Акраб встал в сектор брака. Нептун. Тут много сумасшествий. Я думаю, что это финальный вариант. Согласно этому варианту, уважаемая Анастасия, этот мужчина, о котором мы с вами говорим сейчас в письме, родился в 13 часов 0 минут и 18 секунд. Есть дирекция на рождение второго сына. И МЦ Кьюпитеру, как зенит его, так сказать, жизненного успеха. Это рождение в этом году двух мальчишек. Так что поздравляю вашего друга с ректификацией натальной карты. К нам обращается Натали Пьянков, если я правильно прочитал. Уважаемый Сергей Дмитриевич, пишет Натали, обращаюсь к вам уже не первый раз. Очень нравятся ваши консультации. Я Наталья, работаю медсестрой в санатории. Мама говорила, что родила меня в 4 утра. Это была сельская больница. Наталья просит сделать ректификацию. Наталья родилась 14 сентября 1968 года. Со слов мамы в 4 часа утра... Так, поселок Каз, поселок Каз, Кемеровская область. Ну вот теперь, наконец-то, все нашлось. Поселок Каз, Кемеровская область, где родилась Наталья Пьянков. Папа умер в 93-м году, мама в 97-м. Папа, видимо, не стало, когда вам было 25 лет. Ну а мамы, когда вам было 29 лет. 25 лет. Что мы можем использовать? Мы можем использовать разные варианты. Например, вот ближайший к Солнцу Марс, как раз мини-дирекцию асцендента к Марсу. Получится 2.30. И тогда точное время вашего рождения, уважаемая Наталья, составит... Мама правильно говорила. 4 часа, 1 минута и 28 секунд. Мини-дирекция асцендента к Марсу, как ближайший к Солнцу злой планеты. Вышла замуж и проживаю в Светлогорске. Ой, как замечательно. Москва, Питер. И посмотрите моего среднего сына. Ну, давайте я завершу с соляром, а потом посмотрю вашего с удовольствием среднего сына. Дорогая Наталья, по правилам соляристики я обязан начать смотреть с того места, где вы сейчас проживаете. Потому что есть жизненный закон. От добра добра не ищут. И если соляр хороший, то чего, собственно, от него куда-то и уезжать. Кстати, на Светлогорск соляр, если не считать Сатурна на ИЦе, хороший. Но вы попросили еще проверить Москва, Питер. Давайте Москву посмотрим. Может быть, нас она как-то больше обрадует. Не думаю, Солнце ушло в Девятый дом. Не думаю. Вот, может быть, Питер еще может быть. Но Москва точно нет. Так, Питер нас прям почти радует. Кстати, на Питер получается почти нулевая стрессовость года. Солнце в соединении с Зенитом, но и с Девятого дома. Да, и Сатурн не повреждает ИЦе. Все-таки Питер. И сыновьям будет хорошо. Тут херон на Коспиде Пятого дома. Спасибо, Наталья, что дали мне из чего выбрать. И я рекомендую вам, Питер, для встречи соляра. Запишите, пожалуйста, когда включается ваш соляр. Это будет 13 сентября на один день раньше календарного дня рождения, потому что нынешний год високосный. Вам рекомендуется находиться в Санкт-Петербурге. Соляр включается в символический момент времени 13 часов и 3 минуты. Учитывая солнце в Зените, самое лучшее – это находиться в самом центре города, в каком-нибудь музее или Исааковский собор, или любой другой. В них недостатка нет. 13 сентября в 13 часов и 3 минуты. Для повышения удачи в течение всего следующего года, а три планеты собираются на вас напасть, это Уран, Нептон и Плутон, необходимо в солярные и календарные дни рождения, то есть 13 и 14 сентября, в одежде, аксессуарах и украшениях придерживаться два цвета – белый и розовый. Вот одежда, аксессуары, украшения возьмите с собой в поездку в Санкт-Петербург – белый и розовый цвет. Итак, мы сделали ректификацию Наталии Пьянков и помогли подобрать соляр, а теперь Наталья просит посмотреть среднего сына, который родился 5 октября 1994 года в час 15, там же в поселке Каз, где в свое время родилась сама Наталья, Кемеровская область, проживает в Светлогорске, хочет купить машину, стоит ли это делать в этом году. А еще он учился на морского инженера, потом оставил учебу, хочет восстановиться. Стоит ли ему идти в эту профессию, чтобы окончательно связать свою жизнь с морем? Безусловно, стоит. По целому ряду причин. Наталья, во-первых, у вашего сына стационарный Нептун, поэтому это человек, который грезит морем. Управитель Зенита в 12-м доме. Это Марс. Дальше, Нептун в 6-м, стационарный Уран в 6-м. Безусловно, так. Правда, гороскоп сына не лишен определенной, ну, небольшой катастрофичности. Он еще вдобавок к Геката родился в 29-й лунный день, поэтому на душе у него иногда кошки скребутся, но я думаю, что возврат к морю – дело очень хорошее. Насчет автомобиля вопрос спорный, потому что, как бы, там с другой стороны карта еще не точно ректифицирована. Дирекция Луны к Меркурию – да, автомобиль он купит. Да, да, в этом году видна покупка автомобиля. Автомобиль Меркурий, луна-сигнификатор третьего дома, 30 лет, абсолютно точно, что автомобиль он купит. Так, ну и давайте посмотрим, значит, как можно быстрее возвращаться к учебе. Море – это единственное, что способно стабилизировать психику вашего сына, поэтому тут даже нет, не может быть двух мнений. Светлогорский ему нельзя терминалит, я солярами веду, терминалит линия горизонта, но, конечно, может быть, поселок Янтарный что-то для нас сделает, но не факт, не факт, не факт. Сейчас посмотрим. Нет, конечно, конечно, нет. Не получается. Значит, надо брать левее, но боюсь, что и тут нас ждет неудача, потому что, как бы, куда уж. Ну, еще у нас есть Балтийск, но, конечно, сомневаюсь, что, да, не помог нам Балтийск, не получится. Так, значится, 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 пробуем Озерск. Озерск – это город в Калининградской области. Начинает терминалить 5. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, слушайте-ка. Я прям такого жесткого сопротивления не ожидал. Тогда мы пробуем Нестеров, Калининградская область для... Нет, ничего не получается. Ничего не получается. Тогда мы пробуем Знаменск, Калининградская область. Чуть-чуть правее Знаменска и левее Озерска. Но это только если Большакова. Это, я так думаю, деревня такая. Ой, тяжко-то как. Тяжко. Нет. Новостроева. Не получится у меня, чувствую, ничего в Калининградской области. Залезь я. Ничего мне не получается. Нет. Тут просто больше... Железнодорожный. Просто больше... Тут больше... Я ископал все. Все возможные... Все возможные... Залезь я пробовал, Большакова пробовал. Вот это что такое? Новостроева пробовал. Корничевск. Нет. Нет такого населенного пункта в Калининградской области, к сожалению, где у вашего сына был бы хороший соляр. Уважаемая Наталья. Поэтому, видимо, в данной ситуации как бы... Я буду пытаться сделать кардинально другое решение. Давайте тоже попробуем в Санкт-Петербург. Не получается. Всю прошел, вы видели, все населенные пункты перепробовал. Не получилось у меня найти хороший соляр. А вот Санкт-Петербург вполне себе замечательный соляр. То есть и вам в Санкт-Петербург, и среднему сыну. Ну, тут есть, конечно, один такой вот как бы небольшой дефект, но он не фатальный. По стрессовости этот соляр минимальный. Уран этот пусть как бы поможет ему четко принять решение возвращаться на учебу в морское училище или технику. Все же Санкт-Петербург. Все-таки напоследок хочу сравнить с Москвой, но нет. Там начинаются свои истории, поэтому Санкт-Петербург. Соляр сына включается 4 октября на один день раньше календарного дня рождения. Соляр ночной включается до 4 часов утра, поэтому он просто будет отдыхать, проснется, соляр уже будет включен 4 октября имеется в виду. То есть ночь с 3 на 4 октября в Санкт-Петербурге. И передайте пожалуйста сыну, проследите, что в его солярные и календарные дни рождения 4 и 5 октября для повышения удачи в одежде и аксессуарах нужно сделать максимальный акцент на предметы черного цвета. Это принципиально важно. Чем больше черного, тем лучше.